Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда, чтобы вспомнить то, что было в октябре 1993 года, чтобы отдать дань уважения, признательности тем бойцам на московских баррикадах, которые выступили за советскую власть, задействовавши тогда Конституцию. Мы сегодня склоняем головы перед светлой памятью погибших в этих событиях. Мы сегодня помним, что помимо погибших было много раненых бойцов. Левые силы, комитет памяти долго и постоянно в меру своих возможностей помогали раненым встать на ноги. Мы сегодня помним и знаем, что многие потеряли в этой бойне своих родителей, младших братьев, жен, сыновей. Комитет памяти долгие годы всем, чем мог, помогал этим людям. Мы сегодня помним. Мы сегодня, как и все эти 25 лет, говорим, не забудем и не простим. Наш вечер сегодня называется 1993, 25 лет трагедии. Трагедии, конечно, трагедии, потому что погибли люди. И на самом деле погибло и гораздо больше, чем пишут официальные источники. По их подсчетам менее 200 человек. На самом деле гораздо больше. И, наверное, никто с точностью до одного человека никогда не узнает количество жертв. Но мы отмечаем сегодня 25 лет трагедии. Не народного восстания москвичей, а трагедии. Почему? Потому что это восстание не смогло победить. Если бы оно победило, мы бы отмечали 25 лет победы над преступным, над предательским режимом. Но этого не произошло. В любом восстании всегда сталкиваются силовики и всегда есть пострадавшие, есть жертвы. Помните, в октябре 1917 года в Москве, в отличие от Петрограда, шли в несколько дней самые напряженные бои за власть Совета против Временного правительства. Только со стороны большевиков, красногвардейцев, революционных матросов погибло 400 человек. Их торжественно похоронили. Но этот день всегда празднуется как день московского победоносного восстания против Временного правительства, как часть того великого явления, которое называется Октябрьской исторической революцией. Но то, что было в 1993 году, увы, мы не празднуем как день победоносного восстания, а мы отмечаем как день великой народной трагедии, которая отбросила страну по всем направлениям, по всем показателям назад. Что хотел Ельцин, устраивая эту бойню? Во-первых, демонтировать остатки политические в советской власти. Убрать все советы, которые мешались ему под ногами, ему, его окружению, новоявленным российским олигархам. Убрать, потому что тяжело было так свободно и безоглядно проводить приватизацию, будущие залоговые акционы. Тяжело было до конца разграбить страну. И он своим окружением эту задачу выполнил. Советы были демонтированы, была принята новая, под него конституция, советской властью была полностью погончена. Вторая задача Ельцинского окружения – разгромить оппозицию, которая, естественно, мешала, которая все больше и больше поднимала голову и Верховные Советы, и политические партии, и тысячи, десятки тысяч москвичей на улицах города в протестах, акциях и во многих других городах. Разгромить, физически уничтожить наиболее активных и запугать, надолго запугать остальных. Частично удалось, много активистов погибло. Да, запугали, но далеко не всех и совсем ненадолго. Тяжелые утраты были, тяжелые были времена, и мы сегодня с вами, выступая здесь, наверное, должны спроецировать то, что чувствовали люди на баррикадах, те, кто погиб, те, кто сражался, и что получилось через 25 лет. Какой они видели Россию? Скажи им, что через 25 лет здесь режим, против которого они боролись, укрепился. Это тот же самый режим. Генезис идет оттуда. Один президент предложил другого президента, другой еще одного, тот, в свою очередь, последующего, предшествующего. Тот же самый режим. Думали ли они тогда, что через 25 лет будет то же самое? Тогда все думали, что немного осталось до конца этого режима предателей и преступников. И, может быть, тогда, в 93-м году, мы были ближе к тому, чтобы убрать этот режим, чем сейчас, в 2018 году. Много за это время произошло, конечно. Две чеченские бойни, их войной нельзя назвать, потому что граждане одной страны десятки тысяч уничтожали друг друга. И, как такое яркое выражение этих бойн и Норд-Ост, и Беслан, и Буденновск, мы вспоминаем сегодня не только тех, кто погиб, но и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня из числа самых активных участников обороны Дома Советов. В последние годы несколько видных товарищей, заметных товарищей скончались. Это и Виктор Илюхин, это и Станислав Тереков, это и Борис Гунько, это и Владимир Гусев. А в этом году одна из самых ярких фигур Виктора Ивановича Анпилова в январе месяце скончался, мы его сохранили. Время безжалостно берет свое, и люди, с которыми ассоциируются события октября 1993 года, многие из них уходят. Я хочу, чтобы сегодня выступавшие по возможности проанализировали, а почему же вот так получилось, почему восстание обернулось трагедией. На мой взгляд, большую роль сыграло то, что масштаб этого восстания был в целом ограничен Москвой. В России было мало каких-то конкретных действий в контексте этого выступления, мало. Все было в Москве. А какая тогда была Москва? Она была в целом враждебна идеей восстания. Это показали выборы, это показали референтам, помните, да-да, нет-да, когда Москва проголосовала за то, что предлагал Ейцин. А через три года были президентские выборы, и большинство москвичей проголосовали не за Зюганова, а за Ейцина. Хотя фальсификации на тех выборах были детский сад по сравнению с теми фальсификациями, которые ввел Путин на выборах нулевых и десятых годов. По существу не было тогда фальсификации. Разродненные были, конечно, и силы тех, кто защищал Томсовет. Разные люди, разные политические убеждения. И в руководстве были разные люди. Была несогласованность. И не было той единой политической силы, которая организовывала и направляла восстание, какой была Ленинская партия большевиков в октябре 1917 года. Конечно, и у руководителей восстания были свои ошибки. Порой недоставало гибкости. Порой недоставало трезвого и внимательного анализа происходящих событий. Все это печально вспоминать. Но жертвы были, конечно, не напрасны. Любая сражающаяся, борющаяся партия, организация, борющаяся группы должны иметь образцы самопожертвования и героизма. Все жертвы октябрьских событий подпадают под понятие «такие образцы». И мы поняли на этих событиях, что такое взбесившаяся буржуазия. Что такое классовый враг. На что, на какие жестокости он способен, когда его прижмут. И есть потеря его власти, его состояние, его неправедно нажим по богатству. Мы поняли, и уроки, наверное, должны сделать. А кто не сделал, будем делать, вспоминая эти события. Будем делать, потому что мы должны быть готовы ко всему со стороны этой команды. И должны быть готовы, когда сложатся соответствующие обстоятельства, не мучиться, морализировать, а, если есть возможность, первыми нанести удар. В ответствии с указом президента, который уже подписан с сегодняшнего дня, прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Заседание съезда более не созывается. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, коллеги, для начала я еще раз хочу отдать долг памяти погибшим тогда, 25 лет назад, нашим товарищам, соратникам, друзьям. Сказать, что я недавно, вот как раз несколько дней назад, был в тех мостах у памятного креста возле бывшего Дома Совета, все это вспоминал, прокручивал в своей памяти, и думал о том, когда же, наконец, будет поставлен настоящий, полноценный памятник, соответствующий героизму тех людей, которые сложили головы, защищая Родину и Конституцию. Это был действительно героизм. И некоторые из этих эпизодов до сих пор стоят у меня в глазах, немножко нарушая хронологию событий. Я просто помню вот эту картинку, когда я выбежал утром 4 октября из своего кабинета в Белом доме, добежал до ближайшего окна, увидел прорывающиеся во двор здания бронетранспортеры, сметающие заграждения, баррикады, ведущие на ходу огонь по защитникам. Я увидел мечущихся защитников Верховного Совета, которые пытались остановить голыми руками эту военную машину, потому что оружия у них не было. У них были только бутылки зажигательной смеси, которые в силу каких-то обстоятельств не способны были поджечь бронетехнику. Я видел, как этих людей, буквально в смысле слова, наматывали на гусеницы боевых машин пехоты. Грудью, голыми руками они шли вперед, защищая нас, защищая Россию, защищая закон. Я прошу встать и объявить минуту молчания в память о погибших. Спасибо. Ну а теперь о том, как это все начиналось, как это развивалось. На эту тему написано уже немало книг. Я бы хотел в качестве одного, на мой взгляд, из наиболее авторитетных источников назвать книгу историка Ленинградского, историка Островского, 1993 год, где собрано огромное количество документов, материалов, воспоминаний, очевидцев, участников событий, о предыстории и истории всех этих событий. Можно начинать с любой точки. Понимаете, можно начинать с первого съезда народных депутатов России, который произошел в 90-м году и где была принята декларация о государственном суверенитете России. Это был первый шаг в направлении, конечно. Хотя я вот стыду своему должен сказать, что я тогда еще этого не понимал. И меня убедили проголосовать за эту декларацию. И я, к сожалению, проголосовал. Хотя, что-то уже тогда мешало, что-то уже тогда со мной за какая-то была. Чувствовал, что не в ту сторону движемся, не в ту сторону. Очень не хотел голосовать за Ельцина. А я ведь был тогда, может быть, многие из вас не знают, большинство, наверное, я был тогда отнюдь не членом Компартии и не коммунистом. Я был в противоположном влаге. Да. А я был антикоммунистом. И я был членом блока «Демократическая Россия». И членом его Центрального Совета и прочее, 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 прочее. И лишь постепенно, с течением времени, я начинал осознавать, к какой катастрофе движется Россия, руководимая вот этой так называемой демократической Россией. Не сразу. Не сразу. Переломным пунктом лично для меня, вот переломным моментом лично для меня было Беловежское соглашение. Вот это тот пункт, на котором, так сказать, ну, произошло окончательное просветление. И тогда я проголосовал против Беловежского соглашения. Нас было немного, человек 6-7, по-моему, тогда. Из членов, из 250 членов Верховного Совета, кто решился проголосовать против. Я помню, как Руслан Мраночков-Булатов кричал, отключите левый микрофон, отключите правый микрофон. И продавливал это решение. Абсолютно незаконно. Абсолютно антиконституционно. Не укладывающийся ни в какие рамки. Противоречащие решениям съезда, который до этого поручил Ельцину подписать Новооголевские соглашения о создании обновленного Союза СССР и так далее. Ну, то есть, пополнейший законодательный, политический, человеческий беспредел. И вот, как могло случиться, я вот постоянно возвращаюсь мыслью к тому моменту, как могло случиться 250 депутатов, членов Верховного Совета. Из них, наверное, подавляют, процентов 90 коммунистов или в прошлом коммунистов, которые вот недалеко партбилет отложили, но очень недалеко, понимаете? Как могло случиться, что эти люди практически без обсуждения, я потом посмотрел к стенограмму обсуждения, продолжалось, по-моему, около часа всего. Да. Около часа. Буквально так, коротенько. А что тут обсуждать? Один из депутатов сказал, я помню. А что тут, говорит, обсуждать? Все понятно. Надо поддержать Бориса Николаевича. А что тут? Ну, давайте. Как это могло произойти? Взрослые люди, прожившие жизнь, в большинстве своем, имеющие опыт руководителей, директора заводов, председатели колхозов, ученые, руководители вузов, советские партийные, военные руководители, как овцы, поднимали руки, нажимали на кнопки, голосуя за ликвидацию страны, которой они родились, выросли, получили образование и сделали карьеру. Это же что-то, это же какое-то чудовищное внутреннее перерождение. Вот с этого надо начинать. Вот мы говорим, вот, я так сказать, товарищ Теркин говорил только что, что как же так? Почему только в Москве кто-то вышел? По всей стране мало было выступлений. Да, мало. А почему? Почему так произошло, что ни в девяносто первом году, ни в девяносто третьем году большая часть граждан Советского Союза не встала на защиту своей Родины. Можно сказать, запудрили головы телевидения, радио, газеты. Да, это все было. Я помню, как нас тогда полоскали, когда мы создали организацию объединенной оппозиции, которая называлась Фронт национального спасения. Я помню, как нас тогда... Туда входили и коммунисты, и националисты, и демократы, и государства. Ну, в общем, все, кто был против вот этой безумной ельцинской политики. Как нас тогда полоскали по телевидению. Я помню ролик, который крутили довольно долго. Показывали речи Геббельса, потом кого-то из выступающих, значит, на учредительном конгрессе Фронта национального спасения. Потом маршируют эсэсовцы в Германии 33-го года. Затем демонстрация оппозиции. И вот, конечно, это полоскание, конечно, это промывание мозгов свою роль сыграло. Но только ли это? Наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки за 70 лет советской власти была совершена колоссальная стратегическая ошибка, которую, я даже не знаю, как точно сформулировать, но суть в том, что первоначальный активизм народа, выразившийся, например, еще в 1905 году в создании советов, советов рабочих депутатов, активизм снизу был канализирован в строго партийное русло, бюрократизирован и в результате этого постепенно сошел на нет по принципу, ну, что мне беспокоиться? Есть партийные товарищи, они за меня подумают, они решат. Они все сделают, как надо. Они сделали, как надо. Как надо им. Я глубоко убежден, что трагедия 90-х годов, продолжающаяся по сию пору в нашей стране, это прежде всего результат исторического предательства портхозноменклатуры, которая в своих корыстных интересах, эгоистических интересах предала и идеи, и партию, и родину. И эта же самая продажная номенклатура во многом, в большинстве своем оказалась в различных органах власти в начале 90-х годов. И эта же самая портхозноменклатура, даже когда она не вполне поддерживала Ельцина, все равно задним умом думала. Знаете, я вам расскажу такой эпизод. Это было в самом конце, по-моему, сентября 93-го года, когда уже, так сказать, события развивались по нарастающей, уже было ясно, что все идет кровавой развязки, но выстрелов еще не звучало. Тогда как раз Рудской, Хосбулатов призывали к проведению стачки, политической стачки в поддержку Верховного Совета, законно избранных органов власти. А у нас у наших ребят, у организации, которая называлась Фронт национального спасения, были на нескольких заводах в Москве, были ячейки, были люди, были сторонники. И вот я пришел к Руслану Имрановичу Хосбулатову в кабинет и сказал Руслан Имранович, вот у меня такая идея, вы предлагаете организовать забастовки, а дело не идет. У нас есть люди, мы можем просто перекрыть проходные на нескольких заводах и остановить их де-факто. Вот в явочном порядке. Он говорит, ну а что для этого нужно? Слушайте, мне нужно вот ваше распоряжение за вашей подписью. Дайте мне помогу за вашей подписью. Шуев полномочен Верховным Советом осуществлять такие действия. Он задумался, закурил трубку, там говорит мне, знаешь что, Илья, не гони волну. Мы ведем переговоры, мы договоримся, а ты со своим ненужным активизмом можешь только все испортить. Иди к себе в кабинет и занимайся своим делом. Вот это надежда на сговор, это надежда на то, что все равно в конце до концов удастся договориться, согласовать, как-нибудь что-нибудь. Вот мне кажется, что это подсознательная готовность к поражению, занятие оборонительных, сугубо оборонительных позиций и была главной причиной разгрома Верховного Совета. Была главной причиной нашего поражения. Я говорю отнюдь не о том, что нужно было там бегать, стрелять сразу с пулеметами, с гранатометами. Нет. Когда я говорю о наступательной позиции, я говорю об активных действиях, действиях на опережение. Не вслед, а вперед. Не после, а до. Понимаете, и вот этот вот сидящий в мозжечке у наших руководителей, руководителей Верховного Совета, у части депутатского корпуса, у некоторых из вновь назначенных министров. То же самое. Я тоже прекрасно помню. Самый-самый конец сентября 93-го года ко мне в кабинет приходит министр внутренних дел Дунаев. Сейчас уже можно говорить об этом. Чего, время прошло. Выводит меня в коридор. Начинает пуговицу на пиджаке вертеть. Илья, запомни, когда нас будут допрашивать, я говорю, слушайте, а что ты, собственно, нас будут допрашивать? Ты думаешь, мы победим? Хорохорился. Он говорит, не, 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 не победил. Когда нас будут допрашивать, говори, что Дунаев ничего не делал, я никаких распоряжений не отдавал, я никаких действий не предпринимал, я тихо отсидел две недели в кабинете. Запомни это, я говорю, да я знаю, Андреевич, я знаю, что ты ничего не делал, не предпринимал и тихо просидел у себя в кабинете. Вот это пораженчество, пораженчество психологическое, неготовность к настоящей борьбе, неготовность поставить на карту не только карьеру, а свою жизнь, как это делали наши рядовые защитники, безоружные, я повторяю, хотя оружие в Верховном Совете было, но я не об этом, оно бы не помогло все равно. Вот эта неготовность поставить на карту жизнь, отсутствие революционного духа, на мой взгляд, и привело Верховный Совет к поражению. Я до сих пор считаю, считал и считаю, что если бы во главе Верховного Совета, во главе оппозиции стояли люди, изначально нацеленные на непримиримую борьбу с режимом, изначально отвергающие компромиссы, исход борьбы мог бы быть иным. А может быть это трусость, граничащая с предательством? Это, ну, это я не судья, послушайте, я не судья, я не хочу такие вот оценки, давай. Я, теперь я вот о чем хочу сказать. Вот мы потерпели тогда поражение, и на мой взгляд, я согласен с предыдущим выступающим, это во многом, если не в основном, определило, определило траекторию развития нашей страны, как мы видим, на 25 лет уже, а может быть и еще на 25 лет, если не больше. Потому что совершенно правильно сказано было здесь, что режим сегодняшний, режим вчерашний, это, по сути дела, это одно и то же, это растение, выросшее из того ростка. И меня, кстати говоря, удивляют многие либеральные товарищи, которые вот только сейчас, я вот сейчас в интернете недавно буквально прочитал несколько публикаций о том, что только сейчас некоторые из них начинают понимать, что оказывается Путина, режим Путина является порождением режима Ельцина. Значит, он потребовал 25 лет, некоторым из них, не всем. Многие до сих пор стоят в стену и говорят, нет, вот Ельцин прекрасный, хороший, а вот Путин, значит, такой дурной мальчишка, все перевернул, все исказил. 25 лет, только через 25 лет у них только начинается просветление. Только начинается. Но, к сожалению, я боюсь, что и это просветление у многих из них носит конъюнктурный характер. И что, не дай Бог, попади, они в обитель власти, к которой так рвались всегда и рвутся. И все слово будет забыто, и все будет прекрасно, и все будет хорошо. И вот теперь я хочу задать вопрос самому себе и всем здесь присутствующим. Каковы у нашей перспективы? Что у нас впереди? Как мы дальше будем выбираться из этой ямы, углубляющейся с каждым десятилетием, на мой взгляд, даже с каждым годом? Потому что, не знаю, как вы, я оцениваю ситуацию, сложившуюся сейчас в Российской Федерации, как очень, очень предгрозовую, предкризисную. И что будет дальше? Экономический кризис, ну, по-моему, на лицо. Безразличие власти к нуждам широких слоев населения на лицо. Наступление на права не только трудящихся, вообще всех, 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 всех жителей простых граждан России под связи с принятым новым пенсионным законодательством. Выпиющий плевок в лицо народа. Вот просто взяли, плюнули в лицо народа. И что? Что мы? Что? Что происходит? Ничего. Ну, пикеты, ну, там, питинг какой-то. Возмущение? Нет. Взрыв негодования? Нет. Стотысячные демонстрации? Нет. Такое впечатление, что мы превратились, понимаете, в какое-то стадо, которое ведут на бойню. Самое страшное в том, что мы же сами это понимаем. Вы сами это понимаете. Я иногда думаю, у меня дети, внуки, у меня семь внуков. Я в этом отношении счастливый человек, но вместе с тем я задаю себе вопрос, а что ждет моих внуков? Что ждет, что у нас будет через 20-25 лет? Уйдет нынешний хозяин, придут, кто придет на смену? Ум, честь и совесть? Я не думаю. Я думаю, что придет на смену какой-нибудь охранник, кто-то из телохранителей, понимаете, который привык носить подмышкой кобру. Что дальше? Стагнация, спад, а перспективы, а перспективы продолжения распада страны. Вот чего я боюсь больше всего, понимаете? Я больше всего боюсь, что на Беловежье, на Беловежском соглашении распад великой исторической страны под названием Россия не завершился, что он может быть продолжен и дальше. И вот это пугает меня больше всего, потому что распад это хаос, беззаконие, неизбежные гражданские войны, которые в стране, начиненной оружием, в том числе массового поражения, могут привести вообще к апокалипсическим последствиям. Это нищета, и смерть миллионов. Как остановить? Когда в начале 90-х годов, 92-й год, мы попытались создать объединенную позицию, вот этот фронт национального спасения, о котором я говорил, это была, может быть, наивная, может быть, политически незрелая, но это была попытка объединить всех патриотов. Вот понимаете, патриотов, белых патриотов, красных патриотов, там, серо-бур-маленов, все, кто как-то, хоть как-то пытался, хоть как-то пытался воспрепятствовать это. Оказалось, что эта идея не жизнеспособна. Фронт национального спасения развалился фактически еще до того, как начались вот эти события 93-го года. Но сегодня я задаю тот же самый вопрос. Я задаю тот же самый вопрос. способно ли левое коммунистическое движение собственными силами без создания широкой коалиции бороться и победить. Я ответить на этот вопрос не могу. Я не участник левого коммунистического движения. Я думаю, что на этот вопрос смогут ответить, я надеюсь, смогут ответить следующие выступающие. Спасибо за внимание. Я, наверное, должен тут в качестве не столько марксиста, сколько в качестве оптимиста выступить после тяжелого драматического аккорда, повешенного предыдущим оратором. Но, если честно, в кармане оптимизма у меня нет какого-то припасенного. И рассказать, что вот так было, а в следующей серии вы увидите что-то принципиально новое и отличающееся, возвышенное я не могу. Я помню отлично октябрь 93-го года, хотя был я тогда еще очень... Я не могу поделиться воспоминаниями, хотя и мои воспоминания тоже, наверное, отражают состояние массового сознания в тот момент, потому что было мне всего 13 лет, но даже в моем окружении среди таких вот маленьких граждан уже почти не существующей страны было распространено вот абсолютное неприятие, подозрительность, даже какая-то вот ярость по отношению к тем лицам, которые показывались нам по телевизору, к лицу Макашова, к лицам Хазбулатова или Рудского. Нам казалось, что это все какие-то бандиты, которые захватили власть, и один из моих одноклассников даже всерьез собирался такой наиболее политически активный и подкованный из нас собирался ехать в Москву втайне от родителей для того, чтобы защищать Ельцина. Вот. До такой степени это было повсюду разлито. Я хорошо понимаю слова о том, что это, конечно, не ошибка отдельных людей, это не предательство отдельных людей, это не отсутствие удачи, это не плохо проработанный план одних или хорошо проработанный план других, а это закономерное развитие событий. Потому что, если мы хотя бы чуточку являемся или стараемся быть марксистами, то мы должны понимать, что историю двигать вперед не личность, а обстоятельства. И вот обстоятельства, видимо, складывались так, что на смену революции должна была именно в 93-м году или даже раньше прийти контрреволюция. Сейчас лихорадочно изучаю те исторические материалы, которыми пренебрегал в студенчестве. Вот. Я чувствую, что действительно у этой октябрьской контрреволюции 90-х очень много общего с той контрреволюцией, которую удалось отбросить от Петрограда в 17-м году. И хотя у демократии было совершенно другое лицо, и она представала перед гражданами страны галстуки, танцевала, плясала, дула в саксофон, но на самом деле за этим уже тогда в 93-м году за первыми расстрелами и посадками просматривалась на самом деле все та же корниловская стальная рука в лайковой перчатке. Еще не факт, что эта рука в полном своем значении нам явлена. Не факт, что мы ощутили на себе уже в полной мере действия этой самой реакции. Я думаю, что мой отец работал на заводе имени Калинина, которым руководил Тизяков, один из ГКЧПистов, и то, как быстро людей, участвовавших в той первой попытке как бы спасти союз, как быстро их сначала взяли, потом отпустили, говорил о том, что победившая буржуазия, она в общем не воспринимает уже ни коммунистов, ни партию, ни союз патриотических и левых сил как серьезную угрозу, как некую силу, с которой нужно считаться и которой нужно бояться. Это была подавленная, затравленная мышь, которую должно было держать в таком полуживом состоянии для того, чтобы не допустить возрождения этого движения, для того, чтобы эту болезнь, как представляется буржуазии, можно было контролировать. И эта задача, эта идея была реализована полностью. Говорить о том, почему так произошло, можно очень долго, и тут отматывать можно ленту «Историю назад» очень далеко. И в сталинское время, и в послереволюционное время можно бесконечно спорить о том, хватало нам рабочей демократии, низовой инициативы или нет, или в момент, когда началось строительство социализма в отдельно взятой стране, когда советская Россия оказалась в международной изоляции и была вынуждена противостоять натиску интервентских армий, уже невозможно было полностью соблюдать принципы рабочей демократии, что крушение Испанской Республики в годы Гражданской войны там доказало, что только жесткое централизованное государство, социалистическое государство способно противостоять такому внешнему давлению и внешней блокаде, что в холодную войну и в Великую Отечественную выигрывать сражение по-другому было нельзя, и, соответственно, рабочая инициатива снизу должна была быть подавлена на каком-то этапе. Об этом можно говорить бесконечно, и причин крушения социализма можно насчитать великое множество. Мы в социальных сетях только этим и занимаемся. Немножечко смешно выглядит, потому что мы как будто бы готовимся к следующему рывку и собираемся не повторить ошибки наших предшественников, но до рывка действительно еще очень далеко. Я абсолютно согласен с товарищем или господином Константиновым в том, что самый главный вопрос сегодня не в том, что случилось тогда, а что будет происходить завтра, потому что расхлебывают последствия того, что произошло тогда или не произошло тогда предстоит детям и внукам. Не аудитории, собравшейся здесь сегодня, а молодым людям. И вот что на уме у этих молодых людей, это и есть ставки, которые делаются сегодня и которые сыграют завтра. Это вызывает у меня очень большую тревогу и очень большое беспокойство. Никто абсолютно не гарантирует, не обещает, нет пока ни одного намека, никакой нет уверенности в том, что этому поколению удастся перезапустить хотя бы в каких-то там примитивных масштабах дело своих отцов и дедов, перезапустить советский проект, добиться успеха в борьбе с несправедливостью. Пока мы видим, что гораздо популярнее среди молодежи идеи противоположного свойства, что гораздо многочисленнее другие аудитории, где выступают другие ораторы, призывающие к совершенно другим вещам. И мы знаем, что эти идеи непримиримы правый и левый. Это тоже можно очень долго рассуждать, возможно ли коалиция патриотических сил или нет. Раз не получилось с 93-м, как быть сегодня, мы видим, как правый и левый пытаются договориться, народно-национально-освободительное движение, то тут, то там пытаются перезапустить. С моей точки зрения идеи эти непримиримы. И опыт, кстати говоря, о котором редко вспоминают, гражданской войны в Китае показывают, что не получается в одной упряжке работать и сражаться Мао Цзэдун и Чанкайши. Не получается. Соответственно, единственное, что сейчас мне кажется, можно противопоставить, вот этому унынию, у всех у нас на лицах написанному, вот этой разлитой в воздухе печали, это трезвая и правдивая оценка происходящего. Если мы слабы, мы должны говорить, что мы слабы. Если нас мало, мы должны говорить, что нас мало. Мы не должны кормить себя и окружающих иллюзиями о том, что завтра все изменится и на самом деле есть какие-то невидимые легионы, которые придут за нами. Нет. Положение критическое, положение тяжелое, чреватое действительно теми вещами, о которых только что со сцены говорили другие товарищи. Но изменить это положение, хотя, конечно, изменить его нельзя одному человеку, его нельзя изменить партии, его даже нельзя изменить классу. Для того, чтобы оно начало меняться, должны сложиться исторические обстоятельства. Противоречия в нашем обществе и снаружи должны достигнуть той же отметки, критической отметки, которая была достигнута в начале 20 века и которая, собственно говоря, отметка эта и стала точкой отчета для целой цепи других событий. Так вот, до момента, когда это произойдет, а в том, что это произойдет, я абсолютно уверен, как раз уверен, потому что стою, стараюсь стоять ногами на той самой не изучавшейся в последние годы советской власти и со скрипом изучающейся сегодня теории. Я уверен, что эти противоречия существуют по-прежнему, противоречия между трудом и капиталом, противоречия между разновидностями капитала, национального, международного, между крупнейшими капиталистическими государствами, мы не можем рассматривать судьбу нашей страны в контексте исключительно нашей собственной, дорогой нашему сердцу истории. Мы должны смотреть на себя шире, мы должны смотреть на себя с другого расстояния. И эти противоречия никуда не делись, и они тут рядом, за углом. И эти противоречия с улятным испытанием гораздо более страшные, гораздо более серьезные, чем то, что происходило в 93-м году. И к этим противоречиям, к этой эпохе мы абсолютно не готовы. У нас есть только два пути, два варианта. Либо готовиться, а готовиться можно только так, как это делали наши предшественники, говорившие когда-то в середине 20-го века, что без теории нам смерть, смерть, смерть. И поэтому мечтать о движении, мечтать о каких-то совместных гимнастических упражнениях правильно и можно. Но до тех пор, пока мы не в ладу с теорией, до тех пор, пока мы плохо представляем себе, куда и как нужно бить, в какой компании, какими силами и в каких обстоятельствах, мне кажется, это всего лишь фантасмагория и досужие рассуждения. Поэтому при всей сложности и драматичности положения сегодняшнего, я считаю, что самый главный акцент делать нужно именно на этом. И если есть какая-то крупица оптимизма, которую можно было бы сложить на противоположную чашу весов, ну той вот отвратительной чаши, перегруженной черными камнями, то эта крупица заключается в том, что есть молодые люди, и есть молодые лица, и есть между ними желание объединяться, и эти лица не ищут сегодня никаких вождей, богов или героев, и начинают действовать с нуля. Вот знаете, как в анекдоте, все сначала, Наденька, все сначала. И этим людям, этим молодым ребятам, которые младше меня гораздо, им, по всей видимости, предстоит испытать все то, что для них, да, вот что для них приготовили. И октябрьские события, и события последующие. И вообще, в принципе, соглашусь с товарищем Путин, крупнейшая катастрофа 20 века, крушение Советского Союза. Спасибо. Я выпускник Бауманского института и Московского университета имени Ломоносова. Заводчанин в прошлом, потом старший научный сотрудник в НИИ. Не собирался никогда быть активистом какой-либо партии. Но начало поворота от строительства социализма я почувствовал еще в годы экономической дискуссии начала 60-х годов. Как известно, тогда дискуссия началась при Хрущеве, закончилась уже при Бережневе. Многие считают, что это именно тот поворот, с которого началось отступление от строительства коммунизма, застой, закончившийся контрреволюционным переворотом. У меня несколько другое представление. Я, кстати, оговорюсь, что я выступаю здесь не только как представитель РКРП, Российской Коммунистической Рабочей Партии, но некоторые мои оценки, пожалуй, нуждаются в подтверждении самой партии. Поэтому я буду несколько свободнее говорить. Значит, наша партия... В партию я вступил в начале ее существования, а до этого, в 91-м году, вступил в ХПСС, который, как вы знаете, запретил Ельцина во время ГКЧП. Так, значит, мое мнение, что поворот произошел немножко позже, даже значительно позже. Была... В результате экономической дискуссии была такая сторона, возглавляемая Глушковым и его соратниками, большим коллективом научных работников, которые говорили, что настало время координировать производство в стране с помощью новой техники, кибернетистической техники, электронных машин и программированием, моделированием моделированием экономики. Как известно, эта мысль была отвергнута Косыгином и его сторонниками. И вот тут, пожалуй, стоит сказать, что это было именно в тот момент поворота. Ведь Косыгинская реформа, хрущевские реформы себя продемонстрировали в свою несостоятельность. Он был смещен. Его солнарходы были отвергнуты. Хотя они обосновывались тем, что наступило время, так сказать, предела использования, планирования. Что я помню выступление гораздо более позднее Горилы Попова, министра этого мэра Москвы, которая говорила, если бы можно было сверстать план непротиворечивый, где трудовые и материальные ресурсы не противоречили бы друг другу, я бы был за них. А поскольку этого невозможно, то надо, так сказать, переходить к акциализму. мнение Глушкова было, что надо создать общегосударственную автоматизированную систему управления производством в стране и на ней, на ее основе проигрывать варианты планов. Это был научный подход. Но он был отвергнут. Он был принят только для наших военных. когда изменившийся состав политбюро партии отверг это предложение, значит, военно обратились к Глушкову с предложением давайте использовать вот эти методы управления автоматизированного для армии. И они очень успешно использовали и хорошо. Так вот, когда мы сейчас говорим, какая была обстановка в канун 93-го года, в канун вот этого стояния на перекадах, так я должен признаться, мы обращались к рабочему классу. Вот мое обычное место было распространение листовок и газет у завода 500-го, и когда мы пришли звать рабочих на площадь к Дому Совета, они сказали, а нам это какое дело? Больше того, нередко приходилось сталкиваться с чем, что прохожий рабочий берет тебя за груди и говорит, дед, если я тебя в следующий раз здесь увижу, пеняй на себя. Ну, если говорить честно, то связь с рабочим классом у партии была потеряна, и вот этот последний свет партии был не случайно такой раздерганной на части. Экономическое положение страны вроде бы не было угрожающим, но продвижение экономическое увы. И вот тут стоит вспомнить 2017 год. Значит, в дни октября Париханов значит, выпустил обращение к рабочим, кто и говорил, что не надо брать власть, что такой состав населения неизбежно приведет к тому, что волна мелкой буржурии захлестнет рабочую революцию. Ну, так что же, оправдалось предсказание Париханова? Я считаю, что это предсказание не оправдалось, потому что в работе государства революции Ленина Ленин говорил, мы уже в силах начать строительство социализма, первой фазы коммунизма. Для этого нам достаточно рабочего контроля над производством и большевики удерживают тогда власть. А рабочий контроль можно применять на основе четырех правил арифметики. Четоводство, капиталистический строй, развил уже до такой степени, что рабочий контроль может им воспользоваться. Так вот, в 64-м году уже не хватало четырех правил арифметики для того, чтобы осуществлять пятилетние планы, что каждый год по десять, по сто, а то и по тысяче новых производств в стране возникало. И вручную, даже с помощью опыта передового коммунизма производства управлять этим производством было просто невозможно. Настало время перейти к автоматическому производству. Я вот помню такой пример приводил как раз Хрущев, что по пятилетнему плану Каспийское пароходство должно было принять нефть за Каспийской железной дороги. И цифры по плану были разные для железной дороги и для пароходства. то есть невозможно было вот то, о чем говорил Попов сверстать непротивотививый рабочий план в таком разросшемся производстве. и то равнодушие и даже поддержка контрреволюционеров, которые оказывал рабочий класс. А вы вспомните и шахтеры Краматорска, и простые рабочие на нашей столице, все были увлечены ельцинским значит так сказать обновлением страны. Мало того, эта же контрреволюция наступала под личиной. В то время трудно было разобрать кто левый, кто правый. Они говорили, что левый это как раз противник планового хозяйства, противник социализма. Вот. И тут я должен сказать вот какой вещь. Вот этот выбор своего места в общественном процессе был довольно трудный. Для меня он, конечно, не представлял труда, поскольку хоть я не был членом партии до 89-го года, просто я из семьи коммунистов. Мой отец Чапаевец, мать работала в Левом военном совете, старший брат погиб по войну добровольцем. И все эти загибоны и Хрущева, и позднее Брежнева, и фамилию даже забрал, и Горбачева, они, конечно, были довольно очевидны для меня. и поэтому в 89-м году я ощущал нужно вступить в партию, а ее запретили. После КПСС была запрещена. Я вступил в Российскую коммунистическую рабочую партию. В это время было очень большой разброд. то есть для многих людей Советского Союза это было неожиданно. Если помните референдум о Советском Союзе, распадаться ему или нет, он прошел с поражением сторонников распада. А он все-таки распался. Так вот, значит, то, что сейчас происходит, об этом стоит говорить. И вот все предыдущие передо мной товарищи четко говорили, что не имеет смысла просто собраться, чтобы, как у Пушкина, бойцы вспоминают прошедшие дни, а надо сделать выводы. А выводы прошло 25 лет все еще неоднозначны. Если говорить откровенно, мне вот 86 лет и кредит душой мне уже поздно. Значит, левое движение находится в загоне. Если говорить откровенно, оно стоит перед катастрофой. В свое время на 18-м съезде Иосиф Веселёнович говорил, мы добились единства народа. Но он говорил как окончательно, что у нас нет разрыва между старшим и молодым поколением. и в это время стали возвращаться все. Куприн возвратился, Цветаева. Было единство, война показала. Да, советский строй выдержал такое серьезное испытание, как отечественная война с фашизмом. И Хрущён здесь, вот в этом он прав, когда он говорил. Это был, так сказать, оселок, на котором проверялось, насколько успешной была Октябрьская революция. Но это единство было совсем не окончательное. Если вспомнить, что были Власов, и Мандеровцы, и продолжатели Махновцев, и единство было не стопроцентное. Но такого разброда, который мы испытали в годы вот предшествующие 93-му году, в 90-е годы при Горбачёве не было. И объяснялось это именно тем, что работа шла на холостом ходу. Ну, вы вспомните, какие были пятилетние планы. Известно, что пятилетные планы составляются не в натуральных показателях, а в стремостных. То есть чем заготовка мощнее, тем лучше для нас и для промышленного плана. Как говорилось в старом фильме «Девушка спешит», «Ой, девушка с характером». Да. А если к тому же учесть, что в годы Горбачёва прошла реформа, когда общенародная собственность на производство была отвергнута, что уже коллективы, это признак того, что было в Югославии. Владельцами производства были коллективы. То есть скоординированности никакой не было. Вот когда товарищи говорят, что когда мы вспоминаем 93-й год, то нам надо сделать выводы. И тут я вспоминаю тот критерий, который помогал Ленину провести рабочий класс к победе как по отшелью ножа. Вот переломный момент в установлении НЭПа. И он говорит, какой состав населения, какие пять укладов у нас есть. И перечисляет эти уклады. И на основе этого анализа он может сказать, как распределяются политические силы на арене. Вот в 93-м году на баррикадах было странное объединение, которое называли красно-коричневое. Там были бракашовцы. По нашим вот они приходили на нашу баррикаду, мне как комиссару приходилось с ними соревноваться. Спорили. Вот. Они говорили, нет, мы не фашисты, мы просто националисты. не фашисты, И они оказались патриотами, в отличие от Ертинской Камарине, которая была просто логейми международной бюджетной. Коренной вопрос, который нам сейчас надо решать, это решать вопрос союза. Вот товарищ Константинов об этом говорил, я тоже повторю. это коренной вопрос, при котором надо определиться, что застроим у нас и кого мы выбираем союзникам. Все. Конечно, как сейчас, помнишь тот день, 21 сентября, когда с экрана телевизора выступил Ельцин и объявил о своем указе, жутком совершенно. Это было вечером, и у меня как раз были мои гости, соратницы. У нас было движение матерей за социальную справедливость, поскольку я многодетная мать, и собрала таких же женщин, которые чувствовали, что происходит разрушение нашей страны, что детей лишают образования, медицинского обслуживания. И вот вместе с соратницами мы тут же побежали к Дому Советов. И после этого две недели ежедневно приходили туда и стояли на защите нашей советской власти. Находиться внутри здания мы не могли, потому что у всех были маленькие дети, поэтому мы стояли снаружи. Вот здесь, конечно, даже говорили о том, что обращались к иностранным парламентам, ну, я хочу сказать, что мы обращались даже в ООН. Но результат был тот же. В центре Европы, столице огромного государства происходил расстрел советской власти, народной власти, и никто не реагировал, никакая международная общественность. Но прежде чем произошли сентябрьские события, я бы еще вспомнила о побоище 1 мая 93-го года. Тогда мы с детьми, с шариками, с цветами шли по Ленинскому проспекту и на площади Гагарина нас встретили водометы. Причем, когда мы подходили к площади Гагарина, то уже видели, что на зданиях высоко, на крыше, установлены камеры иностранного телевидения. То есть уже даже не только наши спецслужбы, но даже иностранные государства были предупреждены, судя по всему, что на площади Гагарина будет побоище. И ОМОН начал лупить всех дубинками. И вот тогда мы увидели, что такое оружие пролетариата. Откуда ни возьмись, появились камни в руках. То есть когда накинулся на нас ОМОН, то ему стали отвечать. И вот в связи с этим сразу возникает такая мысль. А почему собственно Собянин все плиткой укладывает? Готовится что ли? Нам что ли? Готовят способы обороны? Ну и когда уже после двухнедельного противостояния в ход вступили танки БТР и из людей стали просто превращать кровавое месиво, погибло очень много детей, то есть людей до 18 лет. Вот Курашева, которая пришла например к своей подруге, она смотрела из-за штора на происходящее и звонит маме, говорит, мама, на улице стреляют, мама говорит, ты только никуда не выходи, только оставайся ночевать у подруги. И она осталась у подруги, они из-за шторы наблюдали, что происходит на улице, и девочку снайпер снял прямо в окно. на крышах было очень много снайперов, которые стреляли не только по защитникам дома советов, но и просто по случайным прохожим на улицах, по машинам. Был мужчина, которого просто в лобовое стекло он ехал по улице и его ранили. И конечно наши женщины просто вот ехали в метро на эскалаторе и кричали, что люди опомнитесь, что вы молчите, расстреливают защитников дома советов, расстреливают детей. И ехавшие в метро москвичи крутили виска и хохотали. Вот такая была обстановка. И просто вот какой вывод из всего этого? Да, режим остался тот же. Но ситуация и в стране, и в Москве очень сильно изменилась. Сейчас уже никто не крутит у виска. Сейчас, когда я провожу круглые столы и мы обсуждаем происходящее в городе или ко мне приходят там на экскурсии студенты, то мы уже с ними говорим на одном языке. Уже нет такого непонимания. Все люди уже понимают. По всей Москве вспышки протеста. По всей Москве. И конечно совершенно очевидно, что политика и правительство Москвы, политика Единой России, она ведет к социальному взрыву. Вот эти объективные законы развития общества, они все равно действуют, они неизбежны. Сейчас вы знаете запущен процесс реновации, когда людей просто выкидывают из квартир. Сейчас идет так называемое благоустройство в городе, которое как раз вчера я проводила по этому поводу круглый стол, которое крушит улицы, робит деревья. Поэтому ситуация все более накаляется из-за того, что к этому ведет политика Единой России. Наверное, небезынтересно вам будет узнать такой печальный факт, что полтриллиона рублей наших народных денег тратится на развитие транспортной системы. Это самая большая статья расходов московского бюджета. Поэтому, дорогие друзья, нам нужно крепить силы, чтобы выстоять и победить. И мы плавно переходим одновременно с вопросами к свободному микрофону. Друзья, ну, я прежде всего буду сейчас говорить не как секретарю УКП. УКП, я считаю, она не была в 93-м году, 25 лет назад. Но, как участник событий, я, в общем, достаточно уже пожилая бабушка, и мне было 20 лет, когда я бегала по баррикадам в октябре 93-го, в сентябре точнее, в сентябре-октябре, было мне 20 лет, и была я членом тогда Российской Коммунистической Рабочей Партии, которая была, не побоюсь этого слова авангарда. В общем-то, РКРП, Трудовая Россия левых сил, что касается левых сил, да, был большой сегмент естественных сил народно-патриотических, вот, но среди левых сил, наверное, РКРП, Трудовая Россия были самыми заметными силами тогда. Здесь уже выступали, не хотелось бы, так сказать, повторяться, вот, когда мы обсуждали сценарий сегодняшнего вечера, мне товарищ Лакеев говорит, значит, не надо превращать это все в вечер воспоминаний, поменьше слез, поменьше соплей, вот, побольше конструктива, значит, что будет завтра, значит, как не повторить ошибки, вот, кто виноват, как говорится, и что делать. Ну, выступающие, выступавшие здесь люди в основном, в основном, это люди, которые смотрели на нас тогда из окон Верховного Совета и разговаривали с нами как представители, так сказать, сражающейся стороны, вот, если мы, так сказать, полагаем Ельцина и законные, так сказать, конституционные советскую власть сражающимися сторонами, вот, ну, а мы, как бы, сторона уличная, мы смотрели на все это дело с улицы, и, может быть, конечно, мы не были такими посвященными, такими осведомленными, может быть, у нас было меньше информации, но у нас было, тем не менее, то самое панорамное зрение, которого, может быть, не хватало иногда тем людям, которые сидели внутри Верховного Совета, у нас, в общем-то, был не такой, может быть, замыленный глаз, вот, и кое-что нам было видно уже тогда, вот, я ни в коем случае не хочу превращать это все в сопливые вечеры воспоминаний, но, тем не менее, не могу не вспомнить, как первые несколько дней, вот, с 21, ну, 21 сентября, когда объявили указ, через 40 минут, вот, лично я уже была у Верховного Совета, первые несколько дней фактически нам, в общем-то, и не противостояли, давали собраться, не били, вот, ОМОНовцы, в общем, ну, как-то сдерживали, пытались какое-то оцепление выстроить, но не зверствовали, вот, зверствовать начали где-то числа, наверное, с 24, 27, да, вот мне подсказывают, нет, немножко раньше, с 27 было выставлено оцепление, да, то есть, начался уже жесткач, уже полная жесть, но, значит, с 24, 24 сентября, что мы заметили? Мы, в общем-то, когда, мы, в общем-то, всех этих ОМОНовцев, мы знали в лицо еще до октябрьских событий, мы их помнили по 1 мая, мы их помнили по всем уличным сражениям 92-го, 93-го года, потому что тогда, тогда силы, значит, Ельцина, да, вот, то, что называется милиция, ОМОН, их не было так столько, сколько сейчас, это сейчас их тьмы, и тьмы, и тьмы, а тогда их, в общем-то, было ограниченное количество, и мы их, в общем-то, они уже примелькались, мы знали в лицо некоторых и по именам, и буквально в первые дни, вот, 21-го по 24-е, мы очень многих смогли перетянуть на свою сторону, мы разговаривали с ними, тогда диалог с силовиками был не только с помощью дубинок, да, дубинки были, все это было, но мы, вот, в частности, наверное, это больше к женщинам относится, да, это была женская такая сугубо работа, мы разговаривали с этими ребятами, они были разные, там отнюдь не все были злодеи, злодеев там, может быть, было какое-то количество, но нет, в основном это были 18-летние мальчишки, которых одели в форму и выставили на первые их в жизни задания, они были растеряны, у них были совершенно круглые такие глаза, они были испуганы, не меньше нас, а может быть, даже больше, и мы разговаривали с ними, и очень многие потом снимали щиты, клали дубинки на землю и вставали, либо в наши ряды, немногие, либо, так сказать, большинство просто уезжало домой, и мы начали замечать, что с 27 сентября каждый день эти лица начали меняться, и мы поняли, что силы московского ОМОНа, они уже исчерпаны, были новые ребята совершенно, кто-то окол, кто-то акол, кто-то шепелявил, и мы, значит, спрашивали, ребята, а вы откуда, они говорят, мы рязанский ОМОН, мы тульский ОМОН, мы там Костромской, то есть мы поняли, что как бы московскими силами правопорядка Ельцин бы уже не обходился, каждый день, каждый день завозили поездами новые вот эти вот силы подкрепления, и самый ужас наступил, вот накануне, можно сказать, расстрела, числа уже 30 сентября, сентября, 1 октября, мы услышали, что ОМОНовцы, которые нас лупят, а нас тогда уже лупили, уже кровь текла просто вот по эскалаторам, нас вбивали в вагоны метро, нам не давали выйти на Краснопресненской, значит, ОМОНовцы били нас на лестницах, били в вестибюлях метро, вбивали палками нас обратно в вагоны, вот, и вот такие, я не преувеличиваю, реки крови, были на эскалаторах, и я видела плачущую горщицу, которая плакала, стояла с ведрами и с тряпкой, и говорила, я не буду мыть, пусть люди смотрят, пусть люди смотрят, что здесь происходит, кровавые лестницы, и вот где-то с 27 сентября, где-то с 30 сентября, мы поняли, что ОМОНовцы уже не разговаривают на русском языке, они разговаривали между собой по-молдавски, это были молдавские опоновцы, отряды полиции особого назначения, которые уже нюхнули крови и лизнули крови в Приднестровье, это были именно те, которые, это не были, они все из них были опоновцами, многих просто обрежали в форму, это те люди, которые распарывали животы, которые разбивали головы детям, то есть многие были просто уголовный элемент, наряженный, так сказать, в эти самые шинели, вот, это вот не для того, чтобы кого-то из вас там как-то эпатировать или запугать, это просто вот с чем мы имели дело, то есть тогда правоохранительные органы были совсем не такие, как сегодня, и вот почему вот иллюзия у нас была такая, что еще немножко и мы победим, и мы тогда еще смеялись, ну все, Ельцин, кончился Рязанский ОМОН, кончился Тульский, все, уже молдаван завозим, скоро уже все, все положат, так сказать, на землю щиты и дубинки, и все разойдутся по домам, вот это были наши иллюзии, вот, а сегодня, когда мы уже размышляем, анализируем, мне бы хотелось, ну я не знаю, может быть какие-то социологи, не в ЦИОМ, конечно, в ЦИОМ этими темами, конечно, не озабочен, а наши независимые, так сказать, левые социологи, вот провести такой опрос, да, среди депутатов бывших, среди защитников Верховного Совета, среди тех людей, которые принимали решения, да, ну вот здесь перед вами сидят, в общем-то, люди, которые принимали решения, Илья Владиславович Константинов был одним из сопредседателей фронта национального спасения, какая у них там между собой была иерархия, между этими двумя сопредседателями я не знаю, но если бы, если бы события закончились победой красной стороны, да, если бы мы тогда победили, то нашим президентом был бы Илья Константинов, то есть он бы, он бы возглавлял государство по, так сказать, всем, и с юридической стороны, и со стороны, так сказать, тех договоренностей, которые существовали тогда в оппозиции. Вот, и мне бы хотелось спросить, ну вот, допустим, вопрос, который повергает всех, так сказать, всегда в шок, и люди начинают спорить, до сих пор, за 25 лет, не пришли к какому-то консенсусу. Я спрашиваю, ну может быть, ошибка в том, что люди сидели в парламенте, может ошибка в том, что все ограничивалось Москвой, может быть, не нужно было держаться за дом советов, может нужно было разъехаться по регионам, работать с региональными советами, с советами субъектов, да, Российской Федерации, потому что тогда, ведь очень много получали мы фейковых этих телеграмм, что там совет, там, я не знаю, Тульской области, там, Сибирской области, Красноярского края, значит, поддерживает Верховный совет. Точно так же, как шли фейковые телеграммы, что там, значит, такая-то дивизия ВДВ, значит, присоединилась к восставшим, такая-то дивизия, такая-то, значит, это самая, чуть ли не дивизия Дзержинского и так далее. Мы говорили тогда уже ребятам, значит, и Амфилову, и Рудскому, и Хасплатову, мы говорим, ребята, все эти телеграммы печатаются за углом. Это не из дивизии Дзержинского. Там вот есть такое здание, да, вот посольство Соединенных Штатов, есть вот мэрия, да, которую там активно штурмовали и так и не до штурма. Вот все вот это там печатается. Нет, верили, народ с нами. Не звонили, не спрашивали, не было. И вот я говорю, может быть, действительно нужно было разъехаться и чтобы Россия встала. А мне говорят, нет, в России все события делаются в столице. Потерял столицу, не удержал столицу, все, ты проиграл. Вот это, кстати, две точки зрения, которые до сих пор, так сказать, дискутируют между собой, до сих пор не ответили на эти вопросы. Нужно или не нужно было вооружать защитников, потому что очень много спекуляций на тему этого самого оружия, что якобы оно было, но Рудской показал эти автоматы в масле, да, которые были в ящиках, реально их не было, конечно. Вот, если кто-то там из баркашовцев что-нибудь купил там частным порядком, да, может быть и было, но официальные вот, как бы процедуры, да, раздачи, оружия не было как таковой, иначе бы восстание приняло бы другой статус. Нужно ли было это делать? Нужно ли было формировать параллельные органы власти в регионах? Ну, понятно, что съезд выразил свою позицию, что он единственный источник легитимной власти в России. Нужно ли было проводить эти параллельные процессы в России? Вот такие вопросы. То есть можно заставить какой-то вопросник и просто спросить, да, чтобы иметь срез вот этого мнения, потому что это те вопросы, без которых нельзя двигаться дальше. Я вот всегда говорю, что проблема не в том, чтобы свалить Путина. Вот представьте себе, Путина нет, мы его свалили. Проблема в том, что делать на следующий день. Что делать? Что делать для того, чтобы эту власть не потерять в первый же вечер после того, как, так сказать, Путина не окажется? Вот представьте себе, вот чисто пофантазируйте, Путина нет. Кто у власти? Как выглядит власть? Какова ее конфигурация? Какие партии? Какие политические силы? Вот это те вопросы, на которые предстоит дать ответ. Спасибо. Я москвич, коренной инженер. В 78-м году закончил Московский институт имени Путина. С тех пор работал в Москве. Ну, собственно, я работал уже, потому что я был на вечер. Так, несколько вот замечаний по событиям 4-го числа. Я, собственно, в них участвовал. Ну, как тоже. Я принадлежал тогда к одной левой такой демократической тусовке. Не буду называть, она потом исчезла. И, значит, 28-го сентября, вот именно в это время, я был на собрании Московской общественности в здании Моссовета на Тверской 13. Собрание вел Борис Кагарлицкий, я думаю, его тут все знают. Там присутствовал Николай Губенко, Жанна Болотова, Игорь Горбачев. Все выступили, значит, вот против тех действий, которые предпринял Ельцин. Потом мы поехали на Краснопресенскую, и там уже шла драка с ОМОНом, ну и так далее. Я тут не буду рассказывать, тут лучше меня все знают. Почему пошли к Останкино? В этот день я тоже шел вместе со всеми протестующими, значит, порывали там оцепление, я его не порывал, я шел там сзади где-то, вот, раздавал какие-то листовки, сейчас уже не помню наши. И потом на площади Востанья я встретил Игоря Малерова. Его, думаю, тоже все знают. Мы с ним были так шапочно знакомы, на собрании где-то встречались, разговаривали. Он сказал, что есть договоренность, я говорю, куда вы идете? Он, мы идем в Останкино. Я говорю, зачем? Есть договоренность между руководством Верховного Совета и администрации Останкино о том, что представители Верховного Совета дадут возможность выступить по телевидению. Вот мы туда идем, туда же едет Макашов, который должен принять там охрану, ну, чтобы не было эксцессов и т.д. Вот, собственно, все, что... Теперь о более других вещах. Тут вот говорили о том, что, значит, Советы, советская власть, большевики. Но дело в том, что большевики и Советы это как бы противники, а не союзники. Об этом не надо забывать. Генезис советской власти это, собственно, даже не советская власть. Большевики использовали Советы, которые не они изобрели. В 17-м году они постоянно то выдвигали лозунг себя власть с Советом, то снимали его. Более того, в событиях 3 июля 17-го года большевики сняли лозунг Советов и отказались брать власть, потому что в Советах были меньшевики и СССР. Ленин уже в октябре 17-го года произнес, что власть надо брать сейчас. Вчера было рано, завтра будет поздно. Почему вчера рано? Потому что у большевиков не было большинства Советов. Завтра тоже изменится ситуация в Советах и тогда зачем, собственно говоря, брать власть, чтобы передать ее Советам, где не мы будем командовать. Как только Советы выходили из-под контроля большевиков, тут же, извините, расстреливали. Кронштадт, возьмите, большевики расстреляли те же сайлов балтийских военморов, которые привели их к власти в 17-м году и установили, ну вот в одном доме здесь нет, а то бы он сказал помиссародержавие. То же самое произошло через, как только Советы получили власть, тут же парт номенклатуры, значит, с ними начала конфликтовать и в конечном счете расправилась. Тут вот говорили, что там делать, как быть. Дело в том, что Ельцин действительно запретил КПСС, но это было смешно, простите. Запрещать надо было не КПСС, а надо запрещать людям, которые состояли в КПСС и которые работали в советских там карательных органах, я даже не могу назвать КГБ и Советское МВД правоохранительными органами, простите, но это были карательные органы в первую голову. Вот их надо было отстранить, отрезать от власти. Этого не понимали тогда и судя по выступлениям не понимают и сейчас. Пока у власти будут люди, которые носили партбилеты, вышли они там, выкинули, сожгли, не сожгли, это не имеет значения. Пока у власти будут находиться люди, которые работали в органах безопасности, в Лубянке, в МВД, все это советское наследие тяжелое, ничего в этой стране не изменится. Вот молодежь должна это четко понимать. Пожалуйста. Вот я на своем опыте, простите, вы здесь все молодежь. В Советском Союзе жилось прекрасно. Вот вы... Ребята, я большую часть жизни прожил в Советском Союзе, понимаете? Я лично... Вот не надо, не надо, вот вы меня послушайте, а потом... Да не хочу я вас слушать. Ах, не хотите слушать? Ну тогда наслаждайтесь Путина. Давайте не кричать, действительно, из зала. У всех есть возможность высказаться, но я напоминаю, что все-таки в этой части у нас с вами есть регламент, не более трех минут, это уже озвучилось, поэтому я прошу все-таки... Я, собственно, уже высказал то, что хотел сказать. Если вы хотите продолжать жить при ГБшниках, при КПСС, живите, пожалуйста. Не надо перетергивать, там бесплатная медицина. По поводу того, что вот ты говоришь о том, что фейковые телеграммы о поддержке Совета, я вижу тебе, да, я тебе хочу сказать, что это были не просто телеграммы, собирались сессии в областных Советах, и они принимали решение и отправляли его. И еще есть такой момент, сегодня хотел о нем сказать, напомнить, этого мало кто знает. По-моему, 25-го или 26-го в Питере состоялось собрание, его собирала администрация президента, собрание председателей Советов и глав администрации. И от Верховного Совета туда направили Сергея Полоскова и меня. А поскольку эта миссия была такая, что нас могли снять с поезда, в любой момент, да, ничего мне слышно, в любой момент, то миссия была секретная. В том смысле, что нас, ну, это, мне трудно это описать, нас вели. Нам нельзя было покупать билет на поезд, покупали на другие фамилии. Мы шли вдвоем по пешком, причем шли до вокзала. Шло сопровождение, я их половину, наверное, не видел, половину вот так нас сопровождали. В купе, кстати, мы попали с Геннадием Хазановым в одно купе. Всю ночь спорили с ним, причем он почему-то обвинял Верховный Совет в антисемитизме. Это было очень странно. Так вот, мы, цель администрации президента была в том, чтобы продавить поддержку со стороны председателей областных советов и глав администрации поддержку указа 1400. Мы туда приехали, вообще-то, как я говорил, мы были такие не очень умытые, поскольку много дней в Белом доме. Прорвались на это заседание, куда нас не хотели пускать. Обстановка там была сложная. Хуже всех нетрудно догадаться Анатолий Собчак. Кстати, впервые я там увидел Владимира Владимировича. Вот. Не приняли, они не достигли своих целей. Не приняло это совещание никакого решения. Ну, собственно говоря, отчеты поездки есть в стенограмме съезда, поскольку мы вернулись, я уже съезду докладывал, какая там обстановка. Поэтому на местах в виде совета поддержка была. Но, как сказал великий Казьма Прутков, при блеске амуниции бледнеют Конституции. Вот именно об этом. Я, из тех, кто принимал решения в то время, я рядовой, так сказать, участник этих событий, был я всего-навсего помощником министра внутренних дел Дунаева. Здесь товарищ Константинов рассказывал о том, что Дунаев где никакого активного участия в этих событиях не принимал. По его словам. По его словам. Слован Дунаев. Да. Но, я могу подтвердить действительно, что Дунаев никакого активного участия в этих событиях не принимал. Я был нештатным помощником, я подполковник милиции, значит, был нештатным у него помощником. И все активные действия они сбросили на меня. Сами сидели в Павелете. Правда, их всего там было двое. Дунаев и его штабный помощник. А я из штаба Ачалова, значит, мы чем занимались, значит, мы доставляли документы в соответствующие в начале из штаба Ачалова Академии Министерства обороны для понятно, для перехода. Так, мы встречались с начальниками Академии и вручали им соответствующие документы, которые требовали перехода их на сторону Верховного Совета. Значит, ну, я в форме подполковника милиции езжу по военному Академию. Я им говорю, ребят, значит, в штабе Ачалова, а что это я мент, извините, а по военному Академию езжу. По-моему, есть им, естественно, внутренний делал да, да, как ты догадался, мне отвечать. Ну, вот, а я говорю, вы-то догадаться не могли, может быть, мне лучше пойти к Дунаеву, к министру обороны, поскольку я все-таки и в форме был, милицинский. Вот, давай, к Дунаеву. Значит, искали часа полтора, где же кабинет Дунаева находится, а Чаловский был на тринадцатом этаже, а Дунаева, и я еще часа полтора искал кабинет Дунаева, это все революционная ситуация называется. И сейчас часа полтора искал кабинет Дунаева, наконец, на третьем этаже нашел его. Прихожу туда и мне на встречу штатный помощник. Я им говорю, вы знаете, ребят, вот в министерстве обороны у Чалова развозят документы, ну, естественно, нам дали мандаты, полномочия, что, так сказать, не буду раскрывать, что там в этих мандатах было. Короче говоря, все полномочия были у нас в руках. Значит, я говорю, они там вот разводят документы. Значит, а вы чего? О, давай мы, ну, давай мы так будем делать. Я говорю, давайте. А что вы раньше-то сидели? Да черт его знает. Слушай, значит, я затягиваю время, наверное, уже, это может быть не очень интересно. короче говоря, давай мы сейчас отксерим подобный документ себе сделаем от имени министерства обороны, то есть внутренних дел. и так же будем поступать. Ну, ладно, ста полтора к серии, свои документы составляли, потом, значит, ко мне подходит, слушай, развезешь? Я говорю, а что, больше у вас некому? Только я один, что ли? Во всем министерстве внутренних дел. Ну, ладно, развезу. Машину дашь? Это я дунами ввожу. Нет машин. А я, что буду разводить? А в метро? Это революционная ситуация. Я говорю, это я буду месяц дворная развезить эти документы по учреждению Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Вот так вот было. Ну, естественно, какой чертов победы при такой ситуации. Мне стало сразу ясно, что, товарищи дорогие, вас ничего положительного здесь не ждет. И один момент еще. Приезжая в Академию внутренних дел, значит, ну, я, поскольку работал в высшей школе милиции, в то время я только уволился из высшей школы милиции, поэтому, когда приехал в Академию внутренних дел, там многие из моей высшей школы, где я работал уже в Академии, в том числе и там начальника Академии. Ну, я с этими документами к нему. Как разговаривались, он говорит, слушай, передай Тунаеву, что офицеры в принципе поддерживают Верховный Совет, но нужно, чтобы Тунаев приехал и выступил перед офицерами. Как вы думаете, поехал Тунаев выступать перед офицерами? И вот то, что получилось, то и получилось. Вот так вот, такие были, значит, обстоятельства этих, этих революцион, этой революционной ситуации. и напоследок, если... Время. У нас просто еще выступающие, остается... Напоследок, хотел напомнить, что событие, вот указ 21 сентября 93-го года, гельцинский, что предшествовало этому указу съезд народов депутатов Советского... Не народов, а съезд народов СССР. Если вы помните, это проходило... Никто не представил помещение, единственное, что представило помещение театра Татьяна Доронина. И вот этот съезд проходил в театре Татьяны Дорониной. Съезд были представители от всех союзных республик. На съезде было принято решение о восстановлении СССР на социалистической основе. Видимо, и это еще подтолкнуло Ельцина. Это было 20-го сентября. 21-го Ельцин объявил свой указ. Спасибо за внимание. Добрый день. Я события 93-го года застал... Вообще не застал. Меня еще тогда не было даже в проекте, так как я 97-го года рождения. Но очень четко я понимаю ту ситуацию, которую я должен сказать. Я хочу сказать три года. Первый — это 1917-й год. Второй — это 1993-й год. И третий — это 2018-й год. Первый год — год, когда всеобщая обобщенность всех левых движений была настолько высока и велика, что все это движение взяло победу. Переходим к 93-му году. Мы видим абсолютно противоположную ситуацию, где все левые движения, где все рабочие движения разобщены таким образом, что оно просто толком не может составить должное сопротивление на должном уровне, чтобы вырвать те права, которые, по сути, законны. И 2018-й год — точно такая же ситуация. Недавно в третьем чтении прошел закон о пенсионной реформе, который, собственно, просто так же доказывает нам всем, что мы разобщены и не можем противостоять общему режиму, который нам никому, собственно, не нравится. Также хочу сказать, что очень большую ставку нужно сделать на молодежь. На молодежь, потому что именно здесь происходит новое движение в каждом институте, в каждом вузе. Никто не согласен, никто уже не верит, никто не хочет понимать или верить этим коррупционным схемам, которые знает каждый. Есть научные методы, такие, которые позволят и поверят сплотить все рабочее движение, всех коммунистов, социалистов, социал-демократов, революционеров, всех, кто просто, в принципе, не доволен или не согласен. Эти научные методы изложены, скажем так, нашими русскими учеными. Один из самых известных это Дуюнов, это который изобретатель первого асинхронного мотора двигателя, который, кстати, тоже участник Сколкова, но, к сожалению, никакой дальше у него нету никакой власти, нету этого проекта, его заглушили. Так же, как и все проекты, единственные политические режимы, единственная политическая власть, которая была интересна, обрабатывание мусора, раздача бесплатных квартир, по практике показали именно социалисты. И, в заключение, так как уже, наверное, мало времени осталось, хочу сказать, что общая тенденция автоматизации производства ведет к тому, что в 2019 году у нас будет такая ситуация, что из-за всеобщей автоматизации производства 2 миллиона рабочих людей лишатся своей работы. И с каждым годом такое количество людей будет все расти, 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 потому что всеобщую автоматизацию не остановить. Это будет и это есть. И каждый год мы будем видеть все большую и большую безработицу. Кто их будет кормить? Их не будет кормить капитализм. При капитализме у них не будет ни силы, а не просто рабочее движение будет обречено на смерть. Именно в эти моменты, именно в те критические моменты для нашей страны это будет та критическая отметка, которая возьмет и всех объединит. Я в это верю. И будущее действительно за социализмом, потому что всеобщая автоматизация приведет рабочий класс к смерти, или же этот рабочий класс вырвет свои права у эксплуататоров нынешнего режима. Спасибо. И присутствующие товарищи, я считаю, что для меня это высокая честь здесь находиться для вас среди тех людей, которые присутствовали, не то, что присутствовали, а участвовали активно и боролись за сохранение советской власти, и жертвуя, и, в общем-то, подставляя свою жизнь под эту опасность и так далее, и так далее. Конечно, я перед вами преклоняюсь на голову. Вот, немало лет, но в то время, в то время, значит, я находился в Кишиневе, был гражданином Молдовы, вот, наблюдал, как, как относились вот к этим событиям, допустим, в Молдовии, в Кишиневе, в частности. Ну, как? Вот, как сегодня мы видим отношение людей, многих, к этим процессам, безобразных, находящим в России, вот, то есть, есть очень активные люди, как Сережа Удальцов, там, и многие, очень досоннейшие люди, которым надо, в самом деле, перед ними голову, знак их уважения и устранить, вот, но большинство, мы понимаем, что это болото, понимаю, вот, далее, далее, вот я сейчас слушаю, и, понимаете, я не собирался выступать, и, наверное, мне лучше это будет выступление, как бы, в моей жизни, да, я вообще не люблю выступать, но, при этом, при этом, я не мог сдержаться, вот, значит, ну, работая, опять-таки, это тоже не принципиально, находясь в коллективе, среди людей, ты смотришь, что люди, работающие, они заняты днем сегодняшним, и дай Бог, чтобы меня не уволили, чтобы я получил ту зарплату, и так далее, и так далее, вот, и с той же молодежью, потенциально, перспективно для того, чтобы что-то изменить, работы фактически не ведется, ребята не знают ни Советской России, ни Пятой газеты, ребята знают эти самые, это ерунду, вот, электронную, и все дела, то есть, дебилизация, дорогие мои ребята, вот, здесь очень приятно, что здесь много молодых, очень приятно, это замечательно, вот, и, честно говоря, я горд, что нахожусь в составе объемной коммунистической партии, я горд, в самом деле, это будет, вот, несмотря на то, что мы пока еще не признаны, но, 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 припоршивая работа, припоршивая, мы, по существу, варимся с обзем соком, а это никуда не годится, мы, по большому счету, не работаем, не с окружающими домами, которые находятся рядом с нашими предприятиями, институтами, где мы работаем, мы не работаем с соседями, мы плохо работаем, и поэтому, если такая дальше будет работа, то мы, в общем-то, усохнем, я не хотел бы этого, и уверен, ну, надеюсь, что этого не будет, я желаю тем, кто участвовал в здоровье, я желаю тем, кто участвовал в максимальной энергии, и донесения информации, богатейшей информации, вот до, в первую очередь, до своей семьи, до своих детей, внуков, ну, а дальше, соседям, друзьям, и так далее, если этого не будет, то считайте, что зря, утрачено время, утраченные жизни, энергия, и нехорошая будет перспектива, но я верю в будущее, верю в будущее, в нашем, в общем-то, нашего чудесного народа, всем здоровья, благополучия, спасибо. Прочитаю короткое стихотворение, посвященное этим дням, скажу так, мне в 1993-м было всего 15 лет, и я был за 1200 километров от Москвы, то есть участвовать физически не мог, но мы с дедом фронтовиком внимательно, внимательно следили за событиями, и вот, как говорится, мои впечатления оттуда, да, да простят меня офицеры, защищавшие дом советов, я, говоря здесь об офицерах, имею в виду тех, кто был в частях. Кровавый октябрь, обугленный дымится белый дом, восстание потоплено в крови, картина так свежа в мозгу моем, не вычеркнуть из памяти те дни, как тот, что из запоев не вылазил, чье имя мне отвратно называть, царек кровавый, мразь средь худших мразей, велел совет народный расстрелять, исчез надежды проблеск в одночасье, яснее ясного нам стало, что страну ждут в будущем лишь беды и несчастья, уж лучше бы гражданскую войну. Лишь накануне видел я режима псов, в штанах от страха полных удиравших, от бодрых ветеранов-стариков, в тот год восьмой десяток разменявших. Черт подери, так что же вся Россия за ними вслед тогда не поднялась, ведь навались всем миром, мы б скосили и не такую дьявольскую власть, какого лешего забыл в тот день присягу, еще вчера советский офицер, всего один пошел под красным флагом, герой Остапенко, всей армии пример. В бою неравном гордость нашего народа в том октябре сложила головы свои, дрались они за правду и свободу, а не за Хасбулатова с русским. Их палачам, от рядовых до генералов, никак нельзя расправу ту простить. Всем халуям презренного Кагала народ обязан звездки отомстить! Я была участницей событий, но до первого октября. Я была до 27-го, до перекрытия. К сожалению, у меня встала дилемма. Я испугалась за маму. Я ее убила. Я старалась ее убести и третьего, и четвертого. Но сама после этого вышла на сцену, чтобы жить за себя и за того парня. Я стала певицей. Пою в концертной бригаде сопротивления. Продолжаю дело Бориса Михайловича Гунько. И пою сейчас за Нину Константиновну Кучубей. «Белый дом». Пою акапелла, потому что минусовки у меня нет. Ну, просто послушайте. «Белый дом, белый дом, белый дом, Словно колокол в сердце стучит. Белый дом, белый дом, белый дом, Как от ран моего сердца болит, Бесконечный клубок тяжких дом. Властно будет меня на заре. Не могу я забыть, не могу Тот кровавый рассвет в октябре. Не дадим порасти мы быльем, Будем помнить тысячи дней, Как в России столица ее Палачи убивали детей. Чья-то мать, словно птицу в селке, В перекрестный поймали свинец. Стиснул зубы, визжал кулаки, Безрожный чей-то отец. Автоматы строчили из тьмы, Танк давил и людей, и кусты, Там, где замертво падали мы. Из земли вырастали кресты, Задыхались мы в черном дыму, Дом советов, как факел, пылом. Если есть ты, Господь, почему Тех злодеев ты не покорал? Души павших бесшумно кружат В небе грешной российской земли, Только в храмах по ним не звонят, И молитву палач не творит. Но мы помним и стады в ночи, Помним, как нас пытали огнем, Громче колокол в сердце стучи. Белый дом, белый дом, белый дом, Но мы помним и стады в ночи, Помним, как нас пытали огнем, Громче колокол в сердце стучи. Белый дом, белый дом, белый дом, Белый дом, белый дом, белый дом, белый дом. В этом году вышло два номера московских комсомольца. Один был, который сейчас лежит в Ленинской библиотеке, Там было 124 погибших. И второй был подпольный, Который вышел, там было 136 человек. Представляете, что было? Я видела вечерку, в которой была фотография снайпера В редакции «Вечерней Москвы». Представляете, это улица 905 года. То есть понимаете, да? Я вот говорю просто про факты, Которые я увидела в Ленинской библиотеке. А вообще, я когда видела все это происходящее, Я поняла, что, как на уроках истории, Передо мной развозвалась картина. Все смотрели, кто же победит. Перед этим кричали «демократия», Говорили про репрессии, про то, что коммунисты плохие. И тут же, когда пошел расстрел, Те самые люди орали «Бей! Убивай! Круши!» И с тех пор я поняла цену нашей демократии. Дорогие друзья, Наш сегодняшний вечер памяти подходит к концу. Конечно, даже сегодня мы не можем с вами Окончательно ответить на все вопросы, Которые поставил перед нами кровавый октябрь 93-го года. До сих пор нет ясности о том, Сколько же точно пострадало и погибло людей. Потому как правильно здесь отмечалось, Что отнюдь не все обращались в медицинские учреждения. По свидетельству многих, Ночью, после того, как «Белый дом» был взят штурмом, Были слышны выстрелы со стороны стадиона. И в бассейне на стадионе Очень длительное время были видны следы пуль. Есть версии, что там продолжались расстрелы защитников Верховного Совета. Косвенно она подтверждается существующим И поныне существующим фильмом Для внутреннего использования органов внутренних дел Российской Федерации. Один бывший отставной сотрудник внутренних дел Рассказывал, как им показывали этот фильм, Где были видны подлинные, подлинная величина той трагедии, Подлинное количество трупов. К сожалению, не пришло еще время Или пока не пришло до полного обнародования Того, что произошло в 93-м году. Но мы с вами можем сказать одно, Что оно не прошло просто так. Осталось это в нашей памяти, Останется это в нашей памяти надолго. И мы с вами из-за этого обречены на победу. Слово для завершения даю председателю, Первому секретарю ЦК Объединенной Коммунистической Партии Владимиру Лакееву. Друзья, хороший вечер, Хороший разговор. Этим самым мы В какой-то степени выполнили свой долг Перед теми, кто погиб. Перед теми, кто был ранен. Я хочу сделать В заключение Объявление. У нас 3 октября Будет митинг. Митинг В честь 25-й годовщины Событий в октябре У стены, у забора Стадиона Красная Пресня На Дружинниковской улице Организаторы митинга Объединенная Коммунистическая Партия Коммунисты России Трудовая Россия Российская Коммунистическая Рабочая Партия Я прошу вас всех Иметь в виду этот день И кто может Приходите на этот митинг Митинг памяти Митинг протеста Митинг нашей борьбы 3 октября Это, если не ошибаюсь, среда Стадион Красная Пресня Дружинниковская улица Начало 18 часов 18.30 Во сколько? 18.30 Сбор 17.30 17.30 18.30 А, митинг 18.30 18.30 Я приглашаю вас всех Принять участие в этом митинге Спасибо Я не буду вас Утомлять Какими бы то ни было Рассказами о себе Просто скажу Что то, что произошло В два переворота С 91-го года По 93-й Я лично Воспринял Как свою Самую большую Трагедию жизни И как свою боль Которая до сих пор во мне живет Оно было написано Именно 4 октября Но не в 93-м году Несколько лет спустя Когда подходила Очередная годовщина И вот это стихотворение Именно про годовщину И вновь Годовщину расстрела Всю ночь Не смыкались глаза И кровь Возмущенно Тепела И мысль Возвращалась назад К тому Роковому Рассвету Что в памяти Волью живет В пылающем доме советов Оставлено Сердце моё Где танки И залпы орудий Позорный Истории знак Откуда Сыскались Иуды Что встали Под власовский Влаг Песнуются нынче Тираны В захваченном Древнем Кремле И множатся Гнойные раны На многострадальной земле Но против Бестыдных глумлений Волна Возмущений Растет И нет Даже тени Сомнений Отмщение Скоро придет Сквозь мглу Межевременья Так ясно Мне видится Новый Рассвет Нет Не были жертвы Напрасны И кровь на глазах И слез на глазах Больше нет Спасибо Антон Морозов Представляю Родфронт И поддерживаю Российскую Коммунистическую Рабочую партию А также всех Кто воспринимает Советскую Власть Со знаком Плюс А нынешнюю Псевдодемократию Являющуюся Буржуазной Олигарфией Со знаком Минус Желаю вам Всем стойкости И мужества Чтобы пережить Это межевремение И увидеть Добиться Увидеть И отстоять И удержать В руках победу Над этими ворами Которые Растерзали Нашу с вами Общую Родину Спасибо Спасибо